Здравствуйте, уважаемые садоводо-огородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Иванова Наука. Я свой выпуск делаю из знакомого нам уже магазина, который находится в городе Жодино. Называется «Удачный огород», младший брат магазина «Семеноприродное земледелие». Удачный огород, который в городе Минске по адресу улица Берута, 22, дробь 1. Широчайший ассортимент средств для биологической защиты растений белорусского и небелорусского производства. И широчайший ассортимент товаров для садоводства и огородничества. Завидки берут, аж завидки берут тем, кто сможет попасть в этот магазин. Проезжающих тоже касается. А сегодня я расскажу вам об очередной новинке от компании «Профит» серии «Аква». И это триходерма, жидкая триходерма. Эта триходерма, она хорошо очень известна. Мы говорим о триходерме. Постоянно используем триходерму для избавления от корневых гнилей, для того, чтобы улучшить питание растений, для того, чтобы побороть разнообразные болезни. Но вот если «Профит» в виде циолитовых препаратов помогает справиться с этими проблемами только в почве, то триходерма в жидком виде позволит нам это сделать уже на растущих растениях. Не только когда мы рассаду высаживаем, или кустик высаживаем, или картошечку высаживаем, или еще что-то, или смесь делаем для рассады. Мы туда подмешали, и все очень хорошо. Или под мульчу рассыпали триходерму на гранулах и застелили мульчу. А здесь мы можем уже совершенно спокойно делать растворчик 1 к 100 и им поливать и опрыскивать. Что же нам поливать и опрыскивать? И от чего? Ну, триходерма в первую очередь борется со всевозможными болезнями растений. И фитофтороз, и кладоспариоз, и серая гниль, и белая гниль, и корневые гнили, всевозможные выпривания, и черная ножка. И все-все-все-все триходерме абсолютно по плечу. Некоторые скептически относятся к нанесению триходермы на поверхность листьев. Но я вам точно скажу, что когда триходерма выращивается в жидком виде, то вот эта жижа, которая там внутри находится, культуральная жидкость, она так по-научному называется, содержит в своем составе огромный комплекс и антибиотических, и хиолатирующих, сидерофорных, витаминных, там стимулирующих и так далее веществ. Поэтому нанесение триходермы по листу, вот даже если там нету живого, ну сдохло, пережарилось у вас где-то, в багажнике лежало, там еще что-то случилось, метаболиты, то есть вот эти продукты обмена веществ, там все равно останется, и эффективность у нее все равно будет. В этом огромное преимущество жидких форм. Вот что обработать и когда? В первую очередь, конечно, вам надо обрабатывать триходермой любую мульчу, для того, чтобы защититься от ацпергила дымящего. Мы про эту опасность для наших легких уже не раз говорили. Второе, что вам обязательно надо обрабатывать, это примерно через 2-3 недели после высадки рассады в защищенный грунт, вам надо обязательно проходиться хотя бы раз в 2 недельки с жидкой триходермой 1 к 100 по листу, для того, чтобы избавиться полностью от кладоспориоза, фитофтороза, альтернариоза и других болезней. Кроме того, растворчиком 1 к 100 по 100 мл вам очень хорошо хотя бы однократно после высадки рассады, через 2-3 недельки тоже пролить. Можно совмещать все с некорневыми и корневыми подкормками, только препараты биологические заливайте последними, а так их все можно совмещать с подкормками. Обязательно пролить особенно огурцы, потому что фузариоз, верцителез, увядание преследуют огурцы, баклажаны и многие другие растения. Помните, что с растений, пораженных фузариозом, то есть увядших и верцителезом, урожай снимать нельзя. Он высоко токсичен. Не хотите потерять урожай, обязательно используйте жидкую триходерму. И профит триходерма вам в помощь. Что ж, триходерме мы посвящали огромное количество времени на нашем канале. Самое главное, что вы теперь можете пользоваться профит триходермой совершенно свободно, спокойно. Она доступна на всех площадках, где есть профит. На самом сайте профит, на Валберис, везде на Озоне, везде-везде есть профит. И в магазине вот этом удачный огород в розницу. Все можете купить. И пользуйтесь обязательно триходермой. Вы увидите, насколько преобразится ваш участок. Ну, может быть, не сразу, не в первый год. Но в последующий год вы уже увидите абсолютнейший эффект применения этой самой триходермы. Ну и не стоит забывать, что проливы компоста, когда вы начинаете закладывать в компостную кучу ботву, пораженную, в том числе болезнями, что картофеля, что томата, что чего-то еще. Но не хотите терять эту ценную органику. Проливчики до легкого увлажнения этих материалов также раствором 1 к 100 очень и очень помогают для того, чтобы сформировать абсолютно безопасный, и не просто безопасный, а очень полезный компост. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи!